Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию видеообзор инженерного образца нового коммуникатора HTC Touch Dual. Как и HTC Touch, намеку оснащается интерфейсом Touch Flow, который поддерживает управление пальцем. Помимо этого, HTC Touch Dual обладает другими, не менее интересными особенностями. Главное отличие нового коммуникатора от Touch-версии состоит в наличии встроенной телефонной клавиатуры, которая выдвигается по принципу слайдера. Сама клавиатура состоит из кнопок среднего размера, нажимает на них удобно, а ошибочные нажатия исключены. Корпус выполнен из пластика черного цвета с покрытием Soft-Touch. Сам корпус тонкий, с скругленными углами. По всем боковым граням аппарата проходит зеркальная полоска. Держать в руке этот коммуникатор приятно, есть уверенность, что он не выскользнет. Большая часть передней панели занимает TFT LCD-экран с диагональю 2,6 дюйма. Под экраном находится только навигационная клавиша с большой кнопкой ввода в центре, и традиционной кнопкой начала и окончания вызова, которая также, как и у предшественника, довольно маленькая, однако неплохо ощущается тактильно. Над экраном располагается динамик для телефонных разговоров и камера для видеотелефонии. На обратной стороне аппарата находится 2-мегапиксельная камера, зеркальце для автопортретов и внешний динамик. В АК можно увидеть клавиши-качельки для регулировки звука, порт мини-USB и слой для карт памяти microSD, а также кнопку камеры и гнездо стилуса. Сверху есть кнопка питания и ушко для ремешка. Интересен новый интерфейс TouchFlow. Для активизации TouchFlow необходимо провести пальцем по экрану снизу вверх, для перелистывания пунктов влево-вправо, для скрытия сверху вниз. Также с помощью инновационного управления удобно пролистывать все страницы, содержащие полосу прокрутки. Все функции в новинке работают без торможения, что неудивительно, так как в нем установлен процессор в 400 МГц. В завершении обзора скажем, что TouchDual достаточно оригинальная модель, основными плюсами которой является ее дизайн, управление без помощи стилуса, интерфейс TouchFlow, а также наличие телефона и клавиатуры. К минусам отнесем отсутствие Wi-Fi, что не совсем понятно, так как в предыдущей модели данная модель беспроводной связи присутствовала.